Всем доброго дня, друзья! Хочется сказать несколько слов по поводу очень важной темы. Почему мы не слышим слова Христа? Этот вопрос риторический. Пусть каждый из нас его задаст сам себе. Откуда исходит это пренебрежение к конкретному простому тексту Писания и внимания, уделяемое в большом количестве текстам, которые пишет сам человек? Итак, мы обратимся к Матфею, Евангелие, о, Матфею, глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Здесь мы можем порассуждать, что же это значит. Конечно, здесь речь не идет о том, что надо делать, все прятать, чтобы никто ни в коем случае не увидел. Не об этом речь, конечно. И, знаете, появляется в сердце такое лукавство горделивое. Я вот сделал, никто не знает, я никому не скажу, буду прятать до последнего. Вот я дал деньги, внутри меня это так греет. Не об этом идет речь, друзья. Часто наша милость и наша помощь видна другим. И даже сказать о ней бывает важно, чтобы другим тоже создать пример. И здесь идет речь о другом. Повторим, не творите милостыни ваши перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, видели невизуально, видели и оценили, какой вы благородный человек. Здесь идет речь о том, каково ваше сердце в этот момент, для чего вы творите милостынь. Речь идет, смотрите, не творите милостыню, чтобы показаться добрым. Это фальс, никому такая фальшь, никому такая милостыня не нужна. Если мы думаем, что мы можем спасти кого-то и благодействовать, пока Бог не проявляет особого внимания, не так милосерден, как мы, то понимаете, во что мы впадаем. И так речь идет о том, чтобы сердце наше не было лукаво перед Богом, и наши все подаяния, деяния добрые, какие мы себе причислили, не были ради того, чтобы о нас хорошо подумали люди. Вот о чем идет речь. И это очень сложно следить в своем сердце, очень сложно этому противостоять. Потому мы смиряемся и говорим, Господи, что я могу хорошего сделать? Я что бы ни сделал, я вижу себя великим в моих глазах, потому что я очень хочу, чтобы мне говорили хорошо. Ну, конечно, кто не хочет? Но вот эта цель, чтобы мне говорили хорошо, цель вот такая, не цель действительно быть милосердным и делать во имя Бога, а цель, чтобы я был хорошим в глазах других, это плохо перед Богом, об этом и идет речь. И так поясняет нам еще Иисус Христос эти слова свои. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Еще раз, видите, акцент. Истинно, говорю вам, они уже получают награду свою. Речь идет еще раз опять не о том, чтобы все скрыть так, чтобы, не дай Бог, никто не узнал. И даже если нужно сказать, не скажу, что я то-то, то-то, то-то сделал. Нет, о том, что делать ради этого, ради того, чтобы видеться хорошим в глазах людей. Это неправильный посыл сердца. И надо насторожиться, если он есть такой, этот посыл сердца. А он наверняка есть. Мы просто можем еще раз скажем, его не видеть. Люди, которые делают так, ради того, чтобы они говорили хорошо, трубят о каждом своем добром деле. Потому что именно поэтому и трубят. Поэтому и трубят. Потому что хотят, чтобы они говорили и думали хорошо. Не делают спокойно доброе дело, а для рекламы, саморекламы. Они получают награду свою. Почему? Где у людей, люди уже им возносят хвалы. Посмотрите, какой он спонсор. Он построил 10-20 тысяч церквей. Это же ради плохо, нет? И то, что знают, это неплохо. Но плохо, когда человек ради того, чтобы о нем говорили, еще раз скажем, делает это. Поэтому, когда человек начинает делать рекламу своим действием добрым, то он, конечно, ждет поклонения, можно сказать, что мерзость перед Богом. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. То есть ты не отдаешь себе отчет, насколько ты хорош, насколько ты делаешь благое дело, потому что ты хорош. Нет, не знаешь ты хорошести своей. И пусть то, что ты делаешь, даже твоя рука не знает о том, насколько ты хорош. Бог тебе даст эту хорошесть. Понимание, что ты действительно угоден Всевышнему, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Почему в тайне? а не потому, что я буду специально скрывать и прятать. Это тоже вид гордости, друзья, это гордость. Я так люблю, я, смотрите, какой тайный, никто не знает, я сижу и наслаждаюсь сам собою. Никуда мы от этого не спрячемся, речь не об этом идёт. В тайне от собственного вот этого вожделения себя. И пусть ты не знаешь, что ты делаешь добро. Какое добро ты можешь сделать без Бога? Бог даёт тебе возможность делать это добро. Благодарение Господу и понимание, что я сам человек падший. Если есть во мне эта тишина моей гордости, тишина о самом себе, как о великом добродетели, это тайна для меня, что я действительно добродетель или нет. И тогда Господь видит твоё смирение, видит, что делаешь ты это в тайне от самого себя даже, что ты вообще какой-то благой. И тогда он тебя воздаст. Явно ты получишь явное благоденствие. Я ещё раз повторю, речь не идёт о том, чтобы от всех всё скрыть, потому что можно от всех всё скрыть и наслаждаться своей святостью, один в комнате сидя, верхом на своих благоденствиях. Вот то, что я хотела сказать в этом видео. И когда молишься, друзья, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливайся молиться, чтобы показаться перед людьми. Всё, видите, о том же идёт речь. Ради людей молятся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. То есть наградуют людей. Посмотрите, говорят, какой молитвенник. Он весь в чёрных одеждах, у него чётки намотан на все конечности. Посмотрите, какой святой человек. Вот этот посыл сердца показаться, самый пагубный для человека, друзья, самый пагубный для нас. Нам хочется показаться хорошими. Мы можем показаться кому угодно, но только не Богу. Бог видит наше сердце, наше истинное намерение молитвы. Молитва – это состояние сердца. Прежде всего, тишина внешняя, состояние сердца. Вместе мы собираемся. Или по отдельности, не об этом идёт речь. Сейчас мы будем читать, что надо обязательно быть в одиночестве. Речь о том, что это интимная беседа с Богом, интимные отношения с Богом. Даже если все вместе мы, как народ Божий, это отношение, это молитва, это связь наша с Богом. Она, друзья, интимна. Религия переводится «связь с Богом». Молитва – это и есть та нитка, которая связывает нас с Творцом непосредственно. Много-много, конечно, энергии, много всего другого, что связывает нас с Творцом. Но название вот этой связи – религия, и её суть – это молитва. Ещё раз, это не тексты. Они нас не могут связывать с Творцом в книжках. Это наше состояние сердца. Молитвенное обращение к Богу всегда. Так ли я делаю, то ли я делаю. Господи, наставь меня на то, что угодно Твоей воле, а не моей. Вот это вот затворение двери в комнату, о чём идёт речь ещё раз? О том, что молитва Твоя интимна, она истинна, она живая, она идёт из собственного сердца, а не на показ. Омолясь, вот важный момент, не говорите лишнего, как язычник, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны. Ну вот, я не знаю, почему, друзья, мы не видим эти слова Христа, почему мы на них не обращаем внимания. Ну давайте ответим каждый себе. Не надо быть многословным. Пустота вот этих повторений, каких-то исторических отсылок. Это мы всё Богу говорим? В разных деталях нашего падения мы описываем, как мы ничтожили, зачем мы это всё говорим Богу? Какое же это всё-таки лицемерие? Так делали язычники. И мы делаем таким же образом. Очень часто, если не всегда, не нужно этого. Искренне, горячие слова к Богу. Те слова, которые действительно имеют значение для нас сейчас, а не пустые, многословия. Не уподобляйтесь им, то есть язычникам, ибо знает Отец ваш, в чём имеете вы нужду, прежде вашего прошения у Него. В чём же здесь речь? Речь о том, что Бог творит, знает, что такое человек, что он нуждается в материальном, что ему надо есть, ему надо обогреваться, пить, ему надо очень много чего. И фильм какой-то посмотреть, для того, чтобы поддержать какие-то эмоциональные связи с миром, в котором он живёт. Хороший, конечно, фильм, неплохой. Это я просто говорю о действительности, которая, в общем-то, есть реалии. Бог знает всё, в чём мы нуждаемся, что надо нам одеться, что нам надо обуться, зачем мы всё это повторяем, что мы падшие существа. Ой, какой я не... Самый падший из всех падших. Друзья, мы это тоже гордость. Нет более падшего, чем я, повторяем мы в молитвах. Мы молодцы. Мы, получается, что молодцы. То есть нам, Христос, говорит, не уподобляйтесь язычникам, не многословьте, не пустословьте. Это отвратительно совершенно, потому что это ложь. Когда крик искренний, помогите, никто не объясняет суть. Человек тонущий где-то в реке, он не объясняет, куда он пошёл, что он пошёл, как он себя с утра чувствовал, что у него надо и какая мокрая и холодная вода. Он орёт, помогите. Я не говорю, что молитва это всегда Богу припомогите. Нет, это и благодарение, это и благословение, это и радость от того, что Господь нам столько даёт, это и отчаяние, горе, потому что человек живёт в беде, постоянной войне, войне своего сердца с волей Божьей. Поэтому все эти пустословия, многословия, отсылы ещё к чему-либо, когда мы стоим перед Богом, я думаю, что если бы земной царь, он бы нам уже голову пару раз отсёк за такое прошение, за такую молитву, за такое благодарение, которое возносится не только к царю, а ко всем подряд, и к его слугам, и кому угодно одновременно. Царь бы этого не потерпел, земной. Что же говорить о небесном? Он называет себя, Господь наш, Богом ревнителем. Молитесь же так, и далее Господь даёт нам молитву, Отче наш, о которой мы ещё поговорим, хотя уже сделали много-много бесед на эту тему. Друзья, давайте размышлять, почему мы не слышим слова Христа. Всем понимание мира и радости сердечной от того, что Творец, Господь будет с нами и есть с нами во веки веков.